всем здорова короче это видео специально для моего подписчика коляна не помнящего просил пацан короче снять обзор на киа спектра вот киа спектра пойдем со мной короче у нас модель 2007 года на механике так комплектация какая-то пред максимально если не ошибаюсь как определить максимально или нет у максимальной комплектации дисковые тормоза если короче дисковые это значит максималка потом еще такая интересная херня не всех вектор короче идет шильдик р.с. причем и без кондюка р.с. и с кондюком и в максималках у всех у всех идет р.с. поэтому хер его пойми зачем они это делают огромный плюс этой модели огромный плюс вообще то что она не ржавеет одни говорят что она оцинкованная другие говорят что просто лакокрасочное покрытие такое очень мощно ну машина хорошая в отличие от матиза или приоры то же самое вот металл тут вообще посмотри вот я давлю очень сильно реально прям машина считается покажи не прогинается нихера еще вот металл у нее просто супер на мой взгляд на лучше любых новых бюджетных аномарах тех же поликов с этих чёт соляры авиа вообще говно так по салону просторная вообще машина да я пришел ехать вообще кайф ехать в спектре вот реально одно удовольствие на самом деле мне очень нравится просторная сидишь и здесь вот вот разводился прям сзади точно так же сейчас пойдем я сяду за собой пойдем туда а почему мы реально нормально пацаны оценят девушки будет вообще удобно расположиться тут блять любой позе короче этот покажу вот внизу двери они вообще не ржавеют ржавую спектру можно увидеть очень редко этом если она уже была в дтп и менялась какая-то кузовная деталь на ней оригинально тогда она может сгнить вот покажи вот хер знает сколько уже вот этой вмятини вот какие-то микро там вкрапления там ржавчинки но это взять если преобразователь ржавчины это все уйдет сразу то есть нигде не на арках ничего вообще машина седьмого года в родной краски подкрашивалась чуть-чуть капотик подкрашивался икру вот и все так что еще вот по движку еще раз кладу продвижок отдельная тема покажи движки очень надежные вообще очень надежно но здесь ремень если он рвется то это пиздец хозяин этой машины на первой передаче ехал у него оборвало ремень и он вместо ремонта он решил купить новый двигатель за 90 тысяч рублей полностью новый то есть не с разборки а именно абсолютно новый движок потому что ремонт примерно то же самое мог выйти и он решил уже не заморачиваться седьмой болезни . иди сюда покажу здесь болезнь короче у них вон он течет из-под крышки короче у всех причем нам после 20 там 30 40 тыс начинает течь у всех поголовно вот это это их не их болезнь багажник реально здоровый я буквально позавчера был в ашане тут столько что поместилось и вот была занята буквально одна треть багажник реально здорово идет запасочка дом кратик короче самый главный плюс спектра это ее цена 200 тысяч рублей средняя цена можно в хорошем состоянии найти за 200 тысяч ничего не найти прямые конкуренты это nexia lanos ланас найти акцент но это лучшая тачка своем классе это сто процентов сто процентов за 200 тысяч приора еще приора это вообще шумоизоляции шумоизоляцию данного авто ну для своего класса просто отлично на самом деле едешь в тихо все ямы проглатываются ничего не шумит не тарахтил все классно едет конкурент но это на вид посимпатичнее у всех базовой комплектации в базовой идут четыре стеклоподъемника у всех причем у спектра идет гидроусит руля регулировка зеркал не у всех идет регулировка фар корректор фар это задняя туманка вот здесь может быть обогрев сидений вот туманочки обогрев заднего стекла аварийка машина ориентирована была изначально на американский рынок это заметно даже когда ты садишься в машину едешь она такая классический американец можно сказать такая как крейсер плывет по волнам короче по любому хабам по неровностям все хабы диваны тоже такие аля американский стиль мягенькие надежные еще и у нее детская болезнь помимо текущей прокладки сопли у всех спектр поголовно вот здесь продавлено седуха вот 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 я трогаю вот металл видно про вот у всех вот в этом месте вот владельцы спектром согласятся поймут продавлено седуха а вот еще важная 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 информация у нее идет сзади не балка а многорычажка в общем по плюсам эта цена если ищите машину там 200 250 это потолок 250 можно вообще взять на автомате на автомате вообще не советую брать сразу говорю вообще не советую брать на автомате спектру стопудово коробка сломается либо через 30000 пробегая себя новая либо через 40 тысяч там 33 она один хер самая своя ремонт ну тридцатка меню будет стоить плюсы короче цена просторная машина мягкая внешний вид даже в 2018 году она в принципе она выглядит нормально если сравнить с теми же конкурентами с убогими ланосом акцент на где он старый там приора на мой взгляд она офигенно самая лучшая свою свою обойдем и по кругу покажем за в то же что немаловажно что кузов или не ржавеет это это охренеть какой плюс технически очень надежная то еще это обычно же поводка многое про нее не расскажешь это блять не марсадес этого линии бмв электрорегулировки там сиденье здесь нихуя нету и в этом ее плюс гидроуслитель руля ахуле еще надо место много он для если у вас молодой пацан шпехать телок сзади блять большая семья он перевозил всех блять чё хочешь делать этой машине кайбольшая семья тоже машина реально машина просто вот за эти деньги отлично всех я тоже шкода шкода октаве 2007 годов дизайн этого игры спектра выигрывает по дизайну по салону то по салону блин они примерно одинаковый дедовский салончик она мне напоминает очень сонату соната вообще я очень люблю очень люблю пойдем покажем когда я только впервые сел до спектру она мне очень сразу именно отсылка сразу цена это дверные карты короче салон уже такой уже дедовский устаревший но он комфортный по крайней мере тихо блин подожди короче на этом все больше рассказывать нечего просто хотите брать хорошую машину то кто себе ищет хорошую машину берите спектру 200 даже можно за 180 найти там 180 250 диапазон смотря какой регион и какое состояние но на автомате я категорически бы не советовал брать такую машину у меня была на автомате она короче садишь на включая hd даешь газу и она сначала идут обороты потом наедет может у меня была уже укормленная коробка не знаю но я еще ни одного отзыва не слышал про хорошую тропу у знакомого у нашего была у сани на было на основе тоже до бегла коробка задняя пина с первого на вторую пинок с первого на вторую всегда пинок да это у всех таких машин да пинок с первой на вторую это нормальное явление таких машин и в чем еще плюс ликвидность на рынке бушных автомобилей очень популярная и то есть всегда продать нужно достаточно быстро поэтому берите не пожалеете всем пока я забыл сказать мы уже приехали уже припарковались после обзора я забыл сказать про расход бензина единственный сюда такой недостаток ну можно сказать недостаток у нее достаточно большой расход бензина в городе это 10-12 литров примерно как бы я вот езжу и спокойным темпом и бывает наваливаешь не меньше десяти это точно это 12 если холодно ты включаешь кондиционер когда например там чтобы стекла отботели есть и 12 город это точно то есть кто говорит меньше ну не знаю я не верю потому что эти двигатели такие прожорливые на бензин все киа седан спектра киа седан спектра покатаемся на киа с ночи до утра не беда если на утро не будет бухла получ выпьет литр или два заблевали киа седан ты послушай саму получ придержи коня и спроси владельца прокатит ли тебя ты тогда купишь дима нам пиво светлова забухаешь киа седан в устьюга не живет все мои спектра светит фарами ярко как прожектор отбухает соляра на бензин все отлично на даче он не один а